Это заседание правительства стало первым для нового главного федерального инспектора по области Андрея Дьячука. Глава региона на прошлой неделе уже представлял его руководителем федеральных структур и членом правительства области. С Дьячуком губернатор познакомил и остальных участников заседания. Я вас всех прошу любить и жаловать. Андрей Сергеевич, он прошел большой путь. Сам кадровый военный, военное училище, академия. Два года он был федеральным инспектором по Тверской области и в прошлой неделе назначен главным федеральным инспектором по Брянской области. Так что, Андрей Сергеевич, успех еще раз. Теме заседания – особенности проведения ЕГЭ в 2019 году. Объективно, честно и прозрачно, из года в год – это основные требования к единому госэкзамену. В целом, все стабильно. Это касается минимальных баллов, необходимых для получения аттестата и поступления в ВУЗы. Два предмета остаются обязательными – русский язык и математика, как минимум для получения аттестата. Однако, изменения все же есть. Участник имеет право выбрать для сдачи только один уровень математики – либо базовый, либо профильный. В перечне ЕГЭ по иностранным языкам, кроме английского, немецкого, французского и испанского, включен еще и китайский язык. Его, кстати, досрочно уже сдал жительного Зыбкова. Также один человек выбрал испанский язык. Особо подчеркнули на заседании – если произошло нарушение при сдаче предметов по выбору и аннулирование результатов, то сдать снова эти дисциплины можно будет только через год. Основной период проведения ЕГЭ начнется 27 мая и завершится 1 июля. Зарегистрировано 5876 участников. Для проведения ЕГЭ в основной период будет открыт 51 пункт на базе школ. Четверо обучающихся будут сдавать экзамен на дому. И шесть пунктов будут открыты в учреждениях УФСИН по Брянской области. Среди экзаменов по выбору наиболее востребованным в 2019 году оказалось общество знания. Его планируют сдать 3234 человека. На втором месте по популярности физика – 1695 человек. Биология на третьем месте. Ее напишут чуть больше полутора тысяч будущих абитуриентов. История и химия на четвертой и пятой позициях. Глава региона не раз делал акцент на подготовке технических кадров. Так, сегодня школьников привлекают в центры технического образования. Создают их по области на базе школ, средних, специальных и высших учебных заведений. Здесь у будущего абитуриента есть возможность выбрать профессию. А также лучше подготовиться к ЕГЭ по физике, математике и информатике. Мы выполняем ваше поручение, Александр Васильевич. В этом году на 178 человек, сдающих физику, стало больше. Глава региона интересовала, насколько обеспечена прозрачность экзамена. В этом году во всех пунктах применяется опробированная в прошлом году технология. Печать контрольно-измерительных материалов прямо в аудитории, где дети задают экзамен. И сканирование работ участников ЕГЭ тут же в пункте. То есть дети видят, как выходит материал из принтера. Прямо при них распечатываются контрольно-измерительные материалы. Им отдаются в руки. И при них же они отправляются в Москву. Для сдачи ЕГЭ возрастных ограничений нет. Так в Новозыпкове в этом году самому старшему участнику единого госэкзамена 35 лет. Так 20-летнее знание как? Выше или ниже? Выше. Выше? Выше, да. Выше. Причем мы были удивлены, просто уже отслеживали. И тем не менее, это был не минимум, это было хорошее знание. Люди, которые... Это работники органов внутренних дел, которым понадобилось. А это поступать? Да. Губернатор призвал ответственных чиновников взять на более жесткий контроль ЕГЭ. В первую очередь прозрачность, чтобы не допустить списывания и незаконной помощи педагогов на экзамене. Андрей Мамошин, Сергей Дюков, Иван Зюрев. События. Брянск.